снова здорово господа и у вас логический вопрос откуда здесь я виде уже про арк правильно в этом видео я вам расскажу как купить сервер как настроить сервер подписываемся на канал жмякаем лайк а мы начинаем сервер . нет рада именно здесь мы будем покупать наш сервер если бы точнее то арендовать здесь мы можем выбрать язык и валюту которая нас больше всего устраивает дальше логинимся либо через регистрацию через google facebook twitch х за чё за код xbox я выбираю google потому что мне так проще и удобнее дальше сразу же отображается информация о ваших серверах на у меня есть сервер насчет вас не уверен то есть раз вы смотрите это видео значит у вас сервер скорее всего нету дальше идем нажимаем ордер сервайс то есть добавить сервер выбираем game сервер нас интересует именно игровой под определенную игру дальше выбираем арк survival его вот с его вот полного арк survival смартфон мобайл час game есть выбрали дальше выбираем дома непосредственно дата-центр где будет обрабатывается информация вашего сервера выбирать его надо как можно ближе собственно говоря к вам я выбрал франкфурт поехали если будет тупить то вы в принципе можете домом сменить через настройки но об этом мы позже поговорим здесь выбирается тип сервера то есть какая игра будет поддерживаться какая не будет поддерживаться производительность и все в этом духе самый дешевый это паблик сервер базик давайте посмотрим арк 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 поддерживается но только получается ps4 xbox one и пока версия то есть мобильная версия арка на нем просто-напросто не работает дальше идет gps public сервер где поддерживается все но стоит от 500 рублей и обычный паблик сервер с высокой производительностью где поддерживать также все игры но стоимость заметьте уже триста тридцать один рубль отличненько дальше выбираем слоты послоты это то количество игроков которые одновременно могут играть на сервере здесь уже как бы ребятки прыгайте по своим финансам у нас сейчас 42 2694 рубля 34 копейки дальше идет производительность нашего сервера вот оно самое то если сервер тупит мы можем добавить производительности ему стандарт расширенная профессиональная и ультимейт о боже плюс 2000 сразу сходу но это бред у меня на самом деле стоит адванс можно было бы порезать получилось бы подешевле на 414 рублей но игроки прекрасно понимают что пинга и иногда заскакивает то есть до такой степени что есть вообще у меня подозрение что придется перепрыгивать еще и на профессионал к тому же дальше майнкрафт эксклюзив рам но это только для майнкрафта надо то есть эти у вас оперативная так сказать озу вашего сервера вам недоступна и он дальше срок на который вы будете арендовать 30 дней 90 дней со скидкой 12 процентов либо 365 дней со скидкой 17 процентов но здесь на самом деле мне вот лично видится весьма и весьма шикарное предложение на три месяца сразу но к сожалению на тот момент у меня не было средств сейчас есть кстати вопрос чтобы денежки то под накопить после этого вы нажимаете континут продолжаем он вас перекидывает на оплату так как мы находимся в россии естественно то здесь у нас списке россии не существует и прошу прощения это их не политические взгляды имеют на то право выбираем озер кантри здесь очень внимательно ребята вы уже выбрали рубли автоматически вам прописались рубли и неважно то что здесь написано евро то сумма которую вы сюда забьете она будет в рублях не ошибитесь не надо сидеть и пересчитывать евро на рубли туда и обратно то что здесь написано евро забейте это рубли и через что мы собственно говоря платим это paypal это виза мастеркард и прочая хрень кстати скажу у кого моментальная карта сбербанка на у меня первый раз прокатила на потом она отказалась почему-то работать ну ладно и вот это это идет уже через счет через банк но это прям вообще жесть проще всего через paypal конечно закрываем эту штучку потому что после оплаты сервер у нас уже есть давайте перейдем в мой сервер и посмотрим какие настроечки мы можем произвести первое extend давайте зайдем посмотрим и это у нас продление на 30 90 365 либо три дня то есть это просто продление сервера коммент оставить комментарий change game сменить игру изменить гостевой доступ то есть вы можете предоставить доступ к своему серверу к непосредственно к самой страничке нет рада кому-то да то есть для этого вам потребуется собственно говоря вписать его узор нам а это ник и add user у меня таких нет ребяток дальше change subdomain здесь мы можем назвать его немножко по-другому то есть допустим давайте напишем фрисан фрисан страйк но это не то к сожалению арка тут нету поэтому мы можем сделать вот так фрисан . нет рада . нет но так вот будет выглядеть ссылочка на наш сервер change слот run time or location здесь в принципе все просто если вы захотели расширить то заходите сюда и увеличиваете то-то advances professional ultimate количество слотов и срок действия вашего сервера здесь интересно при оплате то есть если вы посмотрите то здесь будет написано before то есть это то что было до этого автор после внесения настроек прайс окончательная цена кредит лет from old server это деньги оставшиеся с вашего сервера за вычетом тех дней которые вы уже использовали и total cost это то сколько вам надо будет оплатить именно сейчас отличненько change down upgrade здесь вы можете собственно говоря переключить ваш сервер на что-нибудь другое то есть изменить допустим игровой сервер на сервер times peak это я думаю нам не надо хотя может кому-то пригодится showing global сервер лист мы можем показать его в глобальном списке серверов веб-интерфейс логи вот здесь вот самое интересное самое тяжелое поехали здесь у нас ребятки настройки сервера давайте мы вернемся на показать оригинал по-английски у нас будет немного все проще первый график это загруженность нашего cpu в принципе весьма неплохо второй график используемая рам память и третий график это количество игроков то есть мы можем посмотреть за день сколько у нас было игроков на сервере можем посмотреть 17 игроков из 42 в данный момент онлайн переходим в настройки первое search for setting здесь мы можем найти в настройках то что нас интересует если вы уже конечно знаете заранее что надо искать поехали base setting базовые настройки сервер нам и но здесь все просто название вашего сервера description описание вашего сервера сервер информацию на урл здесь можно разместить ссылочка для внешних источников где можно посмотреть информацию о вашем сервере сервер регион европа азия на отсутствие сервер паспорт ну естественно паспорт пароль для того чтобы попасть вам на сервер либо вы его полностью удаляете и тогда ничего не требуется никакого пароля админ паспорт это у нас пароль для администратора что получить доступ к списку игроков списку забаненных аккаунтов собственно говоря консоли и ко всему всему остальному что может иметь администратор праймал пас он ли слот здесь будут определенные слоты зарегистрированные для игроков с праймал пасом то есть допустим если у вас 42 мы сюда вписываем циферку 2 из них 40 будут обычным игрокам отданы и 2 будут всегда зарегистрированы под праймал пас хорошо это или плохо пока не знаю не поднимался этот вопрос на нашем сервере сервер трансфер секрет это ключик когда вы покупаете билет для трансфера за 65 амберов без этого ключика трансфернуться нельзя геймплей дефикс вы но это естественно у нас сложность easy medium hard brutal xp мультиплеер насколько быстро у вас будет идти прирост к экспириенсу либо 05 минималка либо 2 максималочка то есть двойной опыт идет сурвайвал мод и режим в котором вы будете играть то же самое что в соло то есть это казуал сурвайвал хардкор у нас стоит сурвайвал game rules правила игры пве пвп пвx я думаю здесь объяснять не стоит диалог рейфтинг station запрещает использование крафтовых станций надо именно тех с магазинчика которые многие на самом деле любят аллоу булдинг на ркс энд обелиск разрешает либо запрещает строить возле пещер и на обелисках структуры декой это у нас автоматическое разрушение структур по истечению семи дней если игрок с ними никак не взаимодействует не другой игрок а именно владелец дисейбл авто тэн анклейм спустя трое суток три дня опять же если игрок со своей живкой никак не контактирует она снова становится дикой макс нам беру флайер and try максимальное количество игроков трайбе можно от двух до двадцати четырех дизайбл визер эффект убирает все погодные эффекты сервера дизайбл френдли файр пвп здесь у нас выставляется интересное менюшка то есть если мы уберем эту галочку то сат райбовцы в режиме pvp смогут убить друг друга либо наоборот не смогут убить друг друга hello tribe in printing все игроки участники тройба могут сделать привязку к динозавру дальше мультиплер здесь уже интересные настройки пошли harvesting мультиплер это у нас рейд на фарм то есть когда вы срываете куст насколько много у вас будет множитель получаемого лута с куста эти egg hatch speed мультиплер скорость инкубации яиц in printing speed это у нас идет скорость привязки малышей динозавров night time scale это насколько длинной либо короткой будет ночь я поставил на два с половиной то есть чем выше цифра тем она короче здесь ребята будьте внимательны цифра выше ночь короче ресурс респаун мультиплер насколько быстро будут респауниться ресурсы здесь наоборот цифра меньше респаун быстрый мейтинг мультиплер насколько часто будет мутация на несколько динозавров из одного яйца то есть на двойняшек на тройняшек и так дальше чем меньше цифра тем больше шанс baby matura speed мультиплер но это насколько быстро будет ребенок расти day time scale стоит самая маленькая цифра значит день будет как можно больше здесь ребята внимательно я в первый раз запутался и такого наворотил у нас день был коротенький а ночь длиннющая crop ground speed мультиплер это вас насколько быстро будет вырастать наш урожай дефекейшн мультиплер это самый важный пункт насколько часто будут срать ваши персонажи по настройкам все нажимаем save change и не забываем сделать restart если вы не сделаете restart сервера то настройки и не вступят в силу то есть настройки вступает только после рестарта сервера обязательно предупреждайте игроков о рестарте а иначе вы опять станете кем правильно говном ну что господа я надеюсь я ответил на ваши вопросы как купить и как настроить сервер в арке если все-таки какие-то вопросы остались обязательно пишите их в комментариях спасибо большое что посмотрели не забываем подписаться на канал и пока